Всем привет! Это Алена. Сегодня решила поговорить на такую немного языковую тему, в частности, про сдачу языкового экзамена, вики-тесте, на знания финского или шведского. Подумала, что эта тема может быть много кому интересна, потому что рано или поздно все, кто приезжают в Финляндию, учиться, жить, работать, наверное, многие задумываются о том, как подтвердить свои знания языка, стоит ли это делать и где это сделать. Вики-тесте вообще это не единственный вариант, чтобы подтвердить свои знания финского или шведского, но, наверное, для тех, кто переезжает в Финляндию, это такой самый распространенный, самый доступный вариант. Где он может нам понадобиться? Ну, во-первых, если вы куда-то поступаете в университет, и там будет финский язык, учеба в какой-то степени на финском или, может быть, на шведском, то могут потребовать сертификата в вашем уровне знания языка. Работодатель может в какой-то ситуации тоже запросить такой официальный документ. Ну, и, наверное, самый распространенный случай – это когда подаем на гражданство, там тоже требуется подтверждение языковых навыков, и как раз это удобно делать с помощью вики-тесте. Вики-тесте – это языковой тест для взрослых, он платный, и, соответственно, сдаем мы его для подтверждения финского или шведского, и сдаем на трех уровнях, то есть мы можем выбрать, сдаем мы на базовом уровне, среднем или высшем. Соответственно, базовый – это какие-то такие базовые знания, удивительно, на каждодневном уровне бытовые ситуации, где вы можете объяснить, что вы хотите, что вам нужно. Средний уровень – это уже такая более богатая речь, более расширенный словарный запас, но и высший уровень – это, скажем так, свободное владение языком в какой-то степени. И как раз вот для подачи на гражданство нам достаточно среднего уровня, поэтому такой тест, наверное, самый популярный на сдачу среднего уровня. Внутри этих уровней мы тоже как бы делаем такое деление, в каждом по две таких сабгруппы, и всего получается таких шесть уровней. И вот они уже соответствуют общепринятой классификации подтверждения знания языка от А1 до С2. То есть базовый уровень – это будет А1, А2, средний – В1, В2 и выше – С1, С2. Получается, что когда мы подаем документы на гражданство и прикладываем результаты языкового теста, мы сдаем средний уровень, и нам достаточно, чтобы внутри экзамена по всем блокам было хотя бы тройка, то есть уровень В1. То есть для гражданства нам достаточно уровень В1 или В2. Когда я сдавала на гражданство и тоже подтверждала языковые знания, как раз делала с помощью ЮКИ-теста это, и сдавала тоже средний уровень. Помню, что по одному из блоков была тройка, то есть В1, по остальным было В2, то есть четверки я получила. Мне этого было достаточно. Вообще, что входит вот в эти блоки? Это написание текста, понимание текста, грамматика, лексика, понимание разговорной речи и ваш разговор, где вы разговариваете. Подготовиться, на самом деле, к тесту можно самостоятельно. Есть онлайн довольно много материалов, сайтов, источники, которые собирают себе вот такие тренировочные тесты. Их можно пройти, чтобы познакомиться. На самом деле их нужно пройти, потому что это даст такую уверенность в том, что вы будете понимать, что будет происходить на тесте, вы будете понимать, какой тип вопросов, тип вопросов вам могут задавать там. Но самое главное, какие темы задаются в блоках на разговор, где вы говорите, и на написание текста, то есть где вы пишете такие небольшие изложения на какую-то определенную тему. И поэтому, когда вы пройдете много тренировочных тестов, сложится какое-то вообще понимание, какие-то фразы, словарь определенный, который вы можете потом использовать на настоящем тесте. Все эти тесты можно пройти, и даже я помню, что когда сдавала экзамен среднего уровня, правда это было довольно давно, и проделала все тренировочные тесты, то мне достался вопрос в разговоре, где я говорила, как раз один из таких, которые я делала в тренировочных тестах. На самом деле есть также курсы, которые как раз готовят к тесте. Я думаю, что они полезны, таких курсов не было, но думаю, что они действительно знакомят с экзаменом, со структурой, с вопросами, которые там попадаются. Но, в принципе, спостоятельно тоже можно подготовиться, если нет возможности даже ходить на такие курсы, конечно, при условии, что есть какая-то уже база, то есть вы уже знаете, у вас есть какие-то знания языка. Сдать тест можно по Финляндии в нескольких местах, в определенном количестве мест, и проводится тест тоже определенное количество раз в году. И раньше, я помню, тоже надо было записываться довольно заранее, если хотелось попасть на какую-то ближайшую, например, дату или определенную дату. Особенно популярен, наверное, средний уровень, возможно, как раз из-за того, что с ним подают на гражданство. А вот высший уровень как раз проходит не так часто, пару раз или несколько раз в год, и на него тоже, наверное, надо записываться заранее. Особенно учитывая то, что сейчас пандемию, количество мест на тестах сократили, и поэтому, наверное, здесь действительно стоит записаться за время, чтобы попасть на желаемую дату. Интересный факт про UKE-тест — это то, что он бессрочный. То есть в отличие от других языковых тестов, например, если мы возьмем IELTS по-английскому, его дают результаты на пару лет, то UKE-тест и бессрочный, и дается вам, скажем так, надолго. Но, конечно, в определенной ситуации вас могут попросить и предоставить результаты свежего теста, чтобы подтвердить, что действительно вы владеете языком на уровне, который указан в старом тесте. Так что вот такой интересный UKE-тест. Вообще полезно, наверное, если изучаете язык, рано или поздно сдать его и проверить свои знания, официально получить сертификат, какой уровень знаний языка у вас. Это интересно и в том числе добавляет мотивации. Я думаю, это уже довольно много. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, было полезно. Хорошего дня. Пока-пока.